Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видеосерия для начинающих садоводов и огородников. Сегодня 19 января и через месяц-другой все уже мы начнем сеять свои томаты. Кто-то уже начнет пораньше в теплицу, кто-то в открытый грунт попозже. И вот в этой ситуации новички, когда стараются выбрать себе ассортимент для своего огорода, им очень сложно иногда ориентироваться, потому что сортов действительно очень много. Если внимательно посмотреть, то какие-то из них ультраскороспелые, какие-то просто, ну такие как среднего класса, какие-то крупные, которые нужно ждать очень долго, вот например крупноплодные, они будут очень поздно. Для того, чтобы облегчить ваш выбор, я начинаю серию видеообзоров именно по томатам. Перцы я уже несколько сортов рассказала, я вижу, что люди смотрят, им это нужно. Теперь попросили описывать и томаты. Те, которые я сама выращивала, я буду добавлять еще свои комментарии. Те, которые не выращивала, просто посмотрим описание и объясню, что значит. Вот начну, конечно, с ультраскороспелого. Вот хотела еще заметить, что на некоторых пачках нарисована вот такая снежинка или, а вот еще, и есть медведь северный с морковкой, написано северные овощи. Такими значками обычно отмечают те сорта, которые устойчивы к похолоданиям и можно выращивать в регионах с холодным климатом, в таких, как Сибирь. Вот у меня написано вот здесь, испытано в Сибири, где-то иногда снежинка написано, произведено в Сибири. Или вот этот вот медвежонок северные овощи. Все это те сорта, которые надо выбирать людям, проживающим в регионах с коротким летом и с холодными погодными условиями. Вот эти, это не значит, что это только мелкие, вот такие скороспелые. В последние годы сибирские селекционеры вывели много крупноплодных сортов. Вот видите, как раз на глаз попались ботяня со снежиночкой, пудовик со снежиночкой. Это значит, что эти крупноплодные сорта применяются, выращиваются в условиях холодного климата в Сибири, на Урале, на Дальнем Востоке. Золотые купола, тоже написано, испытано в Сибири. Вот бычий лоб, кенигсберг. Но я отвлеклась, сегодня мы будем говорить только про сорт ультраскороспелый. Его я выращивала, он мне очень понравился, но у него есть, как и у всех томатов, свои недостатки и свои достоинства. К достоинствам, конечно, в первую очередь ультраскороспелость, его можно отнести. Поэтому его обычно покупают люди, у кого короткое лето, или кто любит получать ранний урожай. Описание. Супердетерминантный сорт для выращивания в открытом грунте и временных укрытиях. Высота растения 40-50 см. Характерной особенностью является его скороспелость от сходов до созревания первого плода 70-75 дней. Плоды массой до 100 г округлой формы, яркого цвета, салатно-консервного назначения. Растения не посынкуются, не подвязываются. Благодаря высокой скороспелости плоды успевают созреть до начала распространения фитофтороза. Сорт выращивают в открытом грунте и пленочных укрытиях. На 1 квадратный метр высаживают 3-5 растений. Если подытожить, то могу сказать, что в теплицу садить этот сорт, конечно, не нужно. Там написано, что он для открытого грунта. В ранний период его можно укрыть пленочным укрытием, но потом укрытие мы убираем. Потому что, как обычно, вот такие сорта, которые для северного региона, для сибирских регионов, ультраскороспелые, они предназначены для открытого грунта. Поспевает очень быстро, никакого ухода не требует. Для ленивых садоводов, ну для ленивых в каком смысле? Кто работает и некогда сильно ухаживает за томатами и за всякими там, посадили, не нужно никаких шпалер, не нужно подвязывать, не нужно посынковать. Выросло, поспел. Единственный недостаток, конечно, он не крупноплодный, 100-граммовые плоды, средний он, среднего размера, есть еще мельче. Он небольшой и, конечно, по вкусности, по такому, как, так сказать, вот с такими вот богатырями он не сравнится. Но для раннего урожая прекрасный вариант. Неприхотливый, скороспелый, без проблем, посадил и забыл. Его даже, может быть, и пропалывать не нужно, если загущенную посадку сделать. Я вот делаю, когда густо сажу, трава там не растет, томат расползается по земле и все, лежат одни помидорки. Все, вот мы кратко познакомились с ультраскороспелым томатом. На каждом участке должно быть хоть несколько штук кустов вот таких скороспелок, потому что крупные неженки наши, вот эти огромные томаты, они воспевают очень долго. У кого есть детки, да и самим, вот в июне, в начале июля вы будете уже их кушать. Сорт ультраскороспелый. Сама выращивала, вам советую. Но идет только как дополнение крупноплодным вот к этим. Или, если не как дополнение, то только там, где очень короткое лето и где другие томаты не успевают вызревать. Все, в следующем видео буду описывать другой сорт. До свидания, с вами была Ольга Чернова и мой обзор краткий-краткий томатов. Для того, чтобы начинающие садоводы-огородники смогли выбрать себе нужный сорт и подошли к набору сортов для своего участка осознанно.